Всем привет! Меня зовут Петр Воликов, это Спор Шрёдингера и у нас снова выпуск про футбол. Но сегодня не про КПЛ, сегодня будет про лучшего футболиста страны. Бахтиер Зайнудинов уже этой зимой может стать первым в истории казахстанцам в топ-5 лигах. Давай, батёка! Агенты лидера сборной Казахстана усиленно ищут ему клуб и, кажется, найдут его в Италии. А ЦСКА готов расстаться с Зайнудиновым и даже выставил вполне приемлемый прайс. Накануне стало известно об интересе Аталанты, но есть и другие варики. Вот сейчас подробно об этом я всё и расскажу. По традиции, приятного аппетита! Кетек! Батёка родной, давай! Я бы хотел, чтобы сразу в Юнайтед, без всяких Аталанта, серия А, в АПЛ. Перед началом попрошу вас уделить 10 секунд на старый ютубовский ритуал и поставить лайк. Так больше людей узнают о нашем казахстанском футболе. А если вы ещё не подписаны, то, пожалуйста, подпишите, будет вдвойне нам приятно. Рахмет, а теперь к батёке. Этот сезон получается для Зайнудинова лучшим за всё время в России. Он вынужденно начал чемпионат на непрофильной позиции центрального защитника, но стал играть так, будто всё детство учился только этому. Зайнудинов пять раз попадал в символическую сборную тура по версии Хускоред и в итоге вошёл в сборную всего первого круга. У Хускореда есть специальный сервис, считающий все действия на поле и по сумме выставляющий индекс. И вот нормальную такую сумму насобирал наш батёка. Зайнудинов провёл в РПЛ полностью 13 матчей из 15 туров. Два тура пропустил из-за травмы. Её он получил в составе сборной Казахстана в теперь уже в историческом для нас матче с Белоруссией в Лиге наций. В сборной батёка играет гораздо выше. Тут он один из главных креативщиков и игроков атаки. В клубе про атакующие действия Зайнудинов тоже не забывает. Он регулярно приходит на стандарты, плюс иногда бегает вперёд, начиная продвижение мяча. Это позволяет делать главный тренер Владимир Федотов. Позиция центрального защитника сделала Зайнудинова абсолютным универсалом. Батёке всего 24 года, а он уже сыграл абсолютно на всех позициях для полевого игрока. Ещё раз, абсолютно на всех. Единственный незакрытый гештальт – позиция вратаря. Что-то мне кажется, что Батёка, ну чисто гипотетически, готов занять её. В этом сезоне больше радует не то, сколько играет Зайнудинов, а практически отсутствие травм. И в Ростове и в предыдущих сезонах ЦСКА у него было, когда он выпадал прям вот надолго и был вынужден ложиться на операцию. Не назову Батёку хрустальным, но ломается он всё-таки часто. Видимо, это последствия разрыва крестов, едва не остановивших его карьеру в 17 лет. Тогда Зайнудинов травмировался в юношеской сборной, а на операцию искал деньги сам. Помогли партнёры под дубль Тараза. В середине октября агент Зайнудинова Евгений Новиков объявил, теперь они ищут Батёки, клуб в Европе. Игрок хочет сделать следующий шаг в карьере. Новиков, бывший игрок сборной Эстонии в Гжитпеса, его компания Несто Спортс Групп в основном работает в Восточной Европе, но принимала участие как минимум в одном трансфере в топ-5 лигу. В прошлом сезоне помогли бывшему одноклубнику Зайнудинова по Ростову Матиосу Норману уйти в аренду в Норвич. Было бы на самом деле намного прикольнее, если бы Батёка ушёл не в серию, а даже Мудинезе, Сосуола, Аталанта, а в тот же Норвич. Или в Бёрли Компани, который идёт на первом месте в чемпионшипе, и потом вместе с ним вышел бы в английскую премьер-лигу, стал бы уже любимчиком. И всё. И потом АПЛ. Иди сюда. С Охан Мином. Салам, брат, салам. Чё, когда в Казахстан ещё приедешь? Действующий контракт Батёки с ЦСКА до июня 25-го года. Два года назад армейцы заплатили за него 2 ляма евро. И понятное дело, хотят как минимум отбить эти деньги. По данным российского инсайдера Ивана Карпова, который часто попадает с новостями по ЦСКА, клуб хочет сделку на 5-6 миллионов евро и в Италию. Да нахуй ты Италия. Я не хочу в Италию. Нет, зачем? Испания, Англия. Ладно. Почему же всё-таки Италия? У ЦСКА налажен контакт с этим рынком. И здесь не только история переходов, но и возможность получать выплаты в текущих условиях. Этим летом ЦСКА продал в серию А славянца Якубиола, норвежца Эмиля Бохинина и хорвата Кристиана Бистровича. А в прошлом и позапрошлом году отдавал в аренду исландца Арно Расигурдсена и аргентинца Адольфа Гаича. Да, это всё не топ-клубы Удинезе, Салернитана, Лечи, Венеция и Бенивенто. Но тут отмечу ещё такой фактор. У всей этой пятёрки карьера в ЦСКА сложилась не так ярко, как у Зайнудинова. Так что по своему уровню Батёка точно может играть в серии А. Как минимум уровень команд за топ-10 он реально потянет. Яркий пример тоже Биол, славянский защитник, всего на год младше Зайнудинова. А стать основным в ЦСКА смог только к третьему сезону. Ничем ярким, кроме своего трудолюбия, не запомнился. Зато в серии А Яка стартовал с двух голов в девяти матчах за Удинезе и уже вызывает интерес Интера. Спросите болельщиков ЦСКА, и они выберут Зайнудинова, а не Биола. Хоть на позиции центрального защитника, хоть на любой другой. Главная проблема Зайнудинова – лимит на легионеров. В Европе он тоже есть, но под него попадают только неграждане Евросоюза. Тому же Удинезе было легче решиться на покупку Биола, учитывая, что он заявляется на тех же правах, что и итальянский футболист, а не занимает один из трех слотов. Цена ошибки для клуба получается намного ниже. Было бы супер увидеть Зайнудинова, например, в Аталанте. Об ее интересе сообщил Никола Скира. Это, конечно же, не Фабрицио Романо, но тоже надежный источник. Например, Скира первым рассказала переходе Мхитаряна в Интер, контракте Ливандовски с Барсой и трансферы Мане в Баварию. С Аталантой Скира тоже попадал. Первым рассказал о покупке Жеремибага, выкупе Марио Пашалича и уходе Алексея Миранчука в Тарина. По данным Скиры, Аталанта рассматривает левоногих футболистов из-за возможного ухода украинца Руслана Малиновского. Похоже, в Италии Зайнудинови видят в первую очередь атакующего футболиста. Советую скаутам глянуть игры за сборную. Там Баха реально топ. Стата для парня, который играет на любой позиции в сборной Казахстана. Это же невероятное. 24 матча, 10 банок. Покажите мне еще одного такого. Инсайд с Кирой Чутка убил главный скаут Аталанты Ли Конгертон. Он заявил, что никакого интереса к Зайнудинову нет. И тут все паблики про казахстанский футбол, которые уже приготовили картинки, где Зайнудинов в футболке Аталанты. Спортшогера в том числе. Все взяли за голову. Ё-моё, теперь что делать? Нестиватсон, вот этот Ли. Че ты говоришь такое? В общем, поверим на слово главному скауту Аталанты. Но я напомню, ранее клуб уже интересовался Зайнудиновым. Он был в ее списках, не под первым номером, конечно, что подтверждал тот же Новиков. Скаут Алекс Великих, работавший в Скайлере, сегодня заявил, что Зайнудинов прямо сейчас фигурирует в списке двух клубов серии А. До этого проходила информация, что этими двумя клубами могут быть Сосуоло и Аталанта. Сосуоло с 2013 года непрерывно играет в серии А и заложила основу для тактической революции в итальянском футболе. Под руководством Роберто Дидзерби команда показывала нетипичный итальянский футбол. Он сделал микс из немецкого гигенпрессинга и испанской тики-таки, а его преемник это продолжает. Под оба требования Зайнудинов подходит и с точки зрения техники, и с точки зрения физики и игровой дисциплины. Лучший результат у Сосуоло – шестое место и участие в Лиге Европы. В прошлом сезоне было 11 место, на нем же команда и сейчас после 12 туров. Идеальный вариант для старта Зайнудинова в Италии. Можно рассмотреть варианты еще с аутсайдером, например, сэмплей, которые с 2017 года постоянно лавируют между сериями А и Б. Такой аналог Фулхома или нашего Окджитпеса. В прошлом сезоне спаслись в этом пока 14 место. Могут позволить себе трансферы итальянцев и за 8 миллионов евро, но за иностранцев выше 4 не платили. Пригодился бы универсал команде, которая борется за выживание, да еще как. Для Зайнудинова этот вариант был бы неплохим с учетом гарантии игрового времени. А еще интересный факт, что в Казахстане, что в России батек и начинался команд, которые боролись за выживание, а уже потом шел на повышение. Кстати, в серии А наш футболист из Казахстана мог появиться еще гораздо раньше. В 2020 году у Бауржана Ислам Хана было предложение из серии А, но он выбрал Эмираты. Чем закончилась эта поездка, мы знаем допинг и два года без футбола. Но сейчас набирает реально машина. Ждем, что вернется. Ждем, что вернется в Кайрат. И затащит Кайрат к новым вершинам. Давай. Давай. В топ-5 лигах ранее были действующие или бывшие игроки сборной Казахстана. Но все они мигрировали из страны в детстве. Это, например, Александр Меркель, Генри Шмидгель и Константин Энгель. Еще были уроженцы Казахстана, игравшие за другие сборные. Например, Павлодарец Сергей Скаченко начинал карьеру в родном городе. Но после развала СССР играл за сборную Украины и заезжал во французский МЕЦ уже как украинец. Получается, Занудинов стал бы первым полноценным казахстанцем в топ-5 лигах. Очень бы хотелось этого. Просто представьте, какой это вызовет интерес к футболу у нас и как мотивирует детей. Я лично в детстве не мог представить, что наш игрок будет в чемпионатах, которые я вижу по телевизору. Раз не Италия, то Германия была бы отличным вариантом. Но про Англию и про Испанию я уже сказал. Занудинов умеет играть везде. Но я считаю, для карьеры ему лучше выбрать позицию левого латераля. Сейчас в футболе это реально современная позиция, где от игрока очень многое зависит, братан. И посмотри сейчас, крайние защитники, они же стали намного популярны, чем раньше, чем в 2000-х. Ты в 2000-х кого вспомнишь? Карла Скафу? Мальдини когда уходил на флаг. Все. А сейчас их россыпь звезд и все крайние защитники. Так что Занудинову мне лично хотелось бы, чтобы он, если бы он переходил в топ-5 лиг, то играл бы на позиции ЛЗ. Не впереди, не ЦЗ, а вот ЛЗ, чтобы всю бровку бороздил и тащил свою команду и был звездой. Причем на этой позиции Батюка уже играл и играл овер. Нахуй. В итоге, какой бы клуб бы не выбрал Батюка, будем топить, как умеем, а в инстаграме и в телеграме рассказывать о его успехах. Возможно, трансфер случится не в зимнее окно, а летом. Там, возможно, будет даже больше вариантов с учетом новичков и старых лиг. На сегодня все. Пишите в комментариях, какому клубу мог бы пригодиться Занудинов. Не забудьте подписаться на телеграм и инстаграм спорта Шрёдингера. Обязательно до стар подписывайтесь и здесь. Алга, Казахстан! Занудинов будет в топ-5 лигах. Мы победим. Пока!